я назвал проповедь надеяться когда надежды нет боже как это надеяться когда надежды нет мы попадаем ситуации безвыходные положения да вот этот росток на сухом дереве которое уже все засохло настолько что же потрескалась уже вариантов никаких нет но вы видите что взошел там все-таки росток поэтому даже из сухой земли всходит росток даже пустыня которая неплодна была всегда один песок был и там все возможно изменить поэтому в твоей жизни если ты проходишь пустыню проходишь может быть трудности может быть обетование божье твоей жизни ты тебе кажется неисполнимыми но я тебе хочу сказать сегодня бог он вдохновит тебя вдохновит тебя продолжать верить вдохновить тебя продолжать верить его обещания вы знаете что библии более 6000 обетований сегодня дети говорили до вчера в прошлый раз говорили из каких-то обетований я хочу вам сказать эти обетования не просто кому-то были даны эти обетования даны каждому кто поверит в него в иисуса христа аллилуйя и знаете когда мы слышим что бог что-то сказал моисею аврааму там павлу я не знаю кого угодно возьмите любого из служителей мы думаем вот бог им сказал но вы знаете что нет потому что когда бог что-то открывает дает свои обетования божье слово но из вечности она не имеет временных рамок она не имеет границ понимаете поэтому сегодня бог может провозить какое-то слово а через это слово происходит уже сто лет проходит а происходят чудеса если вы слышали может быть сидрот по моему говорил о том что есть передачи которые он записал уже ну и другие служители говорили есть передачи которые были записаны например уже 50 лет назад да и там например звучало слово знания и он говорит удивительно сегодня прошло 50 лет люди которые смотрели передачу которой было 50 лет звонят и говорят о чудесах которые произошли с ними когда они смотрели эту передачу почему потому что слово божье вне времени аллилуйя для него нет ограничений и даже если попал самые тесненные обстоятельства туда бог способен поднять тебя вывести через свое слово поэтому все что нам нужно его слово его обетование в нашу жизнь и друзьям и вот о чем я буду проповедовать римлянам 4 глава с 18 по 25 стих надежда надеется когда надежды нет аминь как же это так господи как надеюсь и так эта история об аврааме кто слышал об аврааме вот вы слышали о нем и вот вы помните авраама его жизнь но может мы немножко коснемся сегодня его жизни каких-то моментов его друзья мои о чем говорит послание римлянам апостол павел пишет цитируя то что происходило с авраамом и вот о чем он говорит он то есть авраам сверх надежды поверил с надеждою вот он надеется когда нет надежды и так он сверх надежды поверил с надеждой через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленно будет семя твое и не изнемогший вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже омертвела и утроба сарина в омертвении не поколебался в обетование божиим неверием но пребыл тверд вере воздал славу богу и будучи вполне уверен что он силен и исполнить обещанное потому что поэтому и вменилась ему в праведность а впрочем не в отношении к нему одному написано слышите да а впрочем не в отношении к нему одному написано что вменилась ему но и в отношении к нам скажи в отношении ко мне ты входишь слово к нам то есть к нам это тот кто читает тот кто сейчас находится а впрочем не в отношении к нему одному написано что менялась ему но и в отношении к нам вменится на и нам верующим в того кто воскресил из мертвых иисуса христа господа нашего который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего аминь итак друзья мы вот вот вам история авраам мы видим что он сверх надежды поверил с надеждою то с другими словами то что просадил авраамом у него уже по всем параметрам не было никаких надежд хотя он пытался он пробовал и вы знаете вспоминая историю авраама чем здесь говорится здесь говорится о том что бог дал аврааму обетование или обещание что у тебя тебя произойдет сын до тебя и сары потому что надо у него был от меня только нет она тебя и сары потом он говорит произойдет сын до из чресла твои и он говорит и в нем благословятся все племена земные и он для тебя будут называть отцом веры и у тебя будет множество народа множество людей ты станешь отцом множество народу потому что начали он был просто абрам а потом когда он стал авраам бог одну букву добавил но это по нашему по их нему там абрахам вот одна буква добавилась и в итоге он стал отцом множество народу и так друзья мы у него еще не было множество народов но имя его уже было то имя которое было изменено которое означает множество народу отец множество народов я хочу вам сказать что когда мы придем к иисусу иисус сказал что у каждого из верующих меня написано имя которого никто не мог даже прочесть и никто его не знал потому что бог дает нам новые имена бог всегда давал новые имена в этом если было какое-то имя которое ну она нехорошие бесславия линии не ту сущность несло сегодня бог изменит твое имя он меняет его потому что бог дает новые имена как новому творению как человеку божьему его друзья мой авраама была ситуация авраам должен был старый родить ребенка но понимаете что было было то что авраам и сара не могли зачать они могли иметь детей у них не получалось но бог дает свое обетование что от тебя и сары произойдет его друзьям они проходят процесс времени они ожидают того что бог сказал им что есть вверх в евреям 11 главе первом стихе сказано вверх же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом его друзья мы процесс осуществления ожидаемого это процесс надежды поэтому когда человек ожидает терпение или я бы сказал в долготерпение потому что надежда связана с долготерпением я хочу сказать когда ты веришь то результат будет очевиден он будет обязательно он произойдет ты мимо не пройдешь ты не не сможешь так знаете ну я верил верила в итоге еще не произошло так не бывает произойдет результат будет всегда на лицо его друзья на когда абрам он сары пытались знаете когда он получил обетование от бога я думаю что он старался постоянно сары чтобы у них родился ребенок но у них он не рождался и знаете когда ты живешь процессе обетования и знаете когда у тебя живет когда ты живешь и уже 24 года ты не видишь результата я хочу сказать что угодно может прийти в жизнь вы знаете что под течение всего этого процесса сколько было мыслей сколько было переживаний сколько было разных ситуаций они даже измаила родили не от сары от агаре и в итоге знаете все равно продолжали ожидать и знаете я смотрю на жизнь авраама думаю он назвал написано что вот он был назван праведным пред богом иногда посмотришь думаешь ну такая праведность думаешь измаила сделали тому подобное ну как же бог смотрит на людей на своих детей на свой народ в чем же его праведность была и мы с вами то сейчас посмотрим и мы смотрим посмотрим с вами три момента точные которые были в действиях авраама то что он делал и что сделал его праведным пред богом аллилуйя слава господу поэтому друзья на когда у арома арома не получалось знаете и вот когда уже пришел момент уже вот бог же знал все помните что бог все контролирует вы помните в и знать если бог сказал дал свое обещание обетования то он никогда не лжет он не обманывает поймите что не но не в том проблема что бог что они недопонял или не так сказал бог то что говорит он исполняет свое обещание его слова в точности исполняется даже если проходят века и поэтому друзья мои мы должны понимать его знаете когда авраам и сара ждали вы знаете что перед самым тем моментом пришли ангелы божьи к аврааму и знаете авраам был в состоянии готовности постоянно и потому когда он увидел этих людей ведь они пошли в образе людей они не были знать не пришли с крыльями такими машут о-о-о-о таки крылья машут перелетят и авраам думают вот ангелы божьи надо их принять заходите гости дорогие нет они так не пришли они пришли как люди но авраам распознал что это необычные люди не вообще авраам был очень гостеприимным поэтому будьте гостеприимным всегда когда приезжают люди божьи принимайте всегда открывайте свои сердца открывайте свои дома чтобы кого-то принять больше вы же не знаете когда ангел божий к вам зайдет а может быть это как раз и ситуация чтобы ангел божий пришел к тебе в твой доме изменил все твои обстоятельства в жизни его знали пришли те ангелы он там услужил им накормил их напоил и знаете они такие удовлетворенные вот говорят мы пойдем посмотреть на доме гоморру там что там происходит пошел вопль божий дошел до нас на заде но ангелы говорят ему мы через год вернемся и у тебя сарой будет сын друзья мои 20 вы поймите 24 года люди ожидают в терпении неужели авраам думал что до момента исполнения обетования пройдет 20 уже 24 года как прошло а еще ничего не происходит все нет и нет все попытки были сведены к нулю авраами сара понимала что сделали все на что могли понадеяться агарь пробовали каждый день участвуют делают все перепробовал все обнадеживающие их моменты поняли что одежда никакой уже что нет но авраам не сдавался и знаете когда пришли эти ангелы и когда 24 года уже будут этого ожидания и когда ангел говорит через год мы придем и будьте ребенок сара рассмеялась вы знаете что истерики происходят и с верующими людьми потому что знаете ну не уже реально была истерика ну я понимаю что на тяну она понимала не верили богу все нормально с этим но когда тебе уже ты 24 года ждешь обетования тебе говорят что через год у тебя это будет сара а я говорит а чё сара рассмеялась я не смеялся друзья мои знаете очень часто в нашей жизни происходят ситуации при которых мы уже готовы сдаться но эти готовы оставить все готовы просто сказать ну все уже ну что будет то будет ну ну может быть что то не так может бог что неправильно сказал может я неправильно услышал друзья мы послушайте бог никогда не лжет послушайте все обетования божие во христе иисусе есть да и аминь то есть во христе иисусе нам принадлежат все обетования которые увидите в писании то что бог сказал потому что это было ветхом завете это там не работает работает все обетования через христа и иисуса поэтому сегодня мы можем принять эти обетования божьем в свою жизнь ты можешь принять и жить на основании и получать результаты в своей жизни потому что бог не изменился он по-прежнему тоже поэтому авраам сверх веры сверх надежды поверилась надеждаю через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленно будет всеми твое что было ему сказано так многочисленно будет семя твое но 24 года ничего нет уже все но мы уже все перепробовали друзья мои но понимаете в чем смысл смысл в том что бог знает когда это произойдет и он не зависит от временных рамок во временных рамках находимся мы вот почему часто мы не выдерживая иногда каких-то испытаний трудности в нашей жизни потому что друзья мы всегда когда ты начинаешь верить богу запомните по-другому никогда не будет придут испытания на твою веру придется противление дело будет всячески противиться тебе он не будет хотеть чтобы ты получила бога все то что бог обещал тебе но послушайте ведь бог сказал ты можешь продолжать оставаться вере ты можешь продолжать оставаться в ожидании того что бог это совершит и я хочу вам сказать он это совершит он это сделает он не замедлит он знает точно он знает четко он ведет нас не мы его ведем а у нас ведет он наблюдает за нашей жизнью и он направляет нашей жизни его друзья мы знаете и вот здесь сказано что и не изнемогший вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже мертвела и утроба сарина в омертвение вы знаете в этом возрасте по всем параметрам уже рожать нельзя аврааму 99 до саре на 10 лет меньше 89 вот подошло это время это нереально но авраам не поколебался в витывании божьем не вере и так друзья мы кто же такой праведник праведник это не тот кто хорош собой праведник это тот кто не поколебался в обетование божьем не верим но прибыл тверд в вере и так три вещи которые авраам здесь ну точно соблюдал то что он делал первое мы видим вот здесь это быть непоколебимым стоять на обетованиях божьих и быть твердым аминь друзья мы быть непоколебимым и твердым стоя твердо на божьем обетование будут напряжение будут ситуации будут разные моменты которые попытаются сбить тебя с пути который попытается сказать что ты этого не можешь получить все это будет приходить но то что делал авраам он продолжал оставаться твердым в божьем обетование иногда когда ты смотришь и видишь жизнь людей и ты но понимаю что если человек раньше вот он был верил в это потом вдруг он почему-то изменил свою позицию изменил свое верование и смотришь его жизнь как-то по-другому сразу резко повернулась но не в лучшем направлении и знаете ну почему это произошло произошло по одной простой причине ну что ну он просто перестал быть твердым в том во что он верил разуверился может быть или как не горгать перегорел бывало такое слышали такое слово горел горел перегорел раньше горел горел потом раз и перегорел но друзья мои авраам не перегорел и поэтому назван отцом веры поэтому и дети авраамовы как по вере в иисуса христа мы являемся детьми авраамовы его друзьям и он первое что он делал он не поколебался в обетовании божьим не верим он стоял тверд был тверд в обетованиях он продолжал верить тому что бог говорит мы поем эту песню чьим словам поверишь ты мы же отвечаем я буду верить слову господа но друзья на когда приходит испытание тогда и происходит процесс котором мы определяем верим мы слову господа или же не верим сомневаемся или нет второй момент который мы здесь видим в 20 стихе сказано но прибыл тверд вере воздав славу богу авраам воздавал всегда славу богу вы знаете что бог свои славу не отдаст никому и вы знаете что очень часто на жизни происходят трудности не хочу вам сказать всегда и за все благодарите господа воздавайте ему славу ибо такова воля божия а вас друзья мои мы должны понимать даже если мы попали в трудности если мы полюву испытания если мы опали в разные ситуации если мы не выйдем не видим выхода и надежду нас никакой уже нет я хочу вам сказать прославлять бога воздавай ему славу всегда на всяком месте друзьям это работает я хочу сказать это работает эта работа больше всего только что ты был состоянии готовы сдаться но как только начал славить бога прославлять его благодарить его господи слава тебе в этой ситуации ты прославишься я хочу видеть славу твою вы же помните что иисус сказал он замедлил когда к лазере шел но он сказал люди должны виде слова больше поэтому я тебе хочу сказать когда ты продолжаешь доверять иисусу стоять на и обетование воздавать славу богу я тебя в Causek ожидает увидишь его славу в своей жизни ты увидишь его славу свои же забудьте считать славу своей ситуации где у видишь его славу своих обстоятельствах что видишь его славу своей семья ты увидишь это своими собственными глазами, потому что Бог обещал это. Поэтому Авраам всегда воздавал славу Богу, продолжая стоять. Знаешь, возьми обетование Божие и благодари, что Бог уже воздал тебе. Благодари, что это приходит твою жизнь. Благодари Бога, прославляй Его. Говори, Господи, как Ты велик, какой Ты величественный и могущественный, что Ты даешь это мне. За что? Ни за что. Вы знаете, что мы можем получать ни за что? Просто по одной простой причине, что Бог так сказал. Не может быть, какая ересь. Друзья мои, мы можем получать ни за что, потому что это сделал Иисус, потому что это сделал Бог, потому что наши обетования в севах через Христа Иисуса, во Христе Иисусе, поэтому когда мы приходим ко Христу, Когда мы приходим к Богу через Христа, мы можем получать Божьи обетования в нашу жизнь. И для этого не надо думать, лучше или хуже. Тебе нужно верить, стоять на Божьих обетованиях, воздавать славу Богу. И третье, что делал Авраам. Друзья мои, третье, что делал Авраам. Вы читаете здесь? 21 стих. И будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное. Итак, что делал Авраам? Авраам был уверен в Божьей силе, что он исполнит обещанное. Почему? Потому что слово Божье говорит верен обещавший. Слышите меня? Через века, через поколения, Божье слово к нам звучит верен обещавший. То есть, понимаете, в чем суть? Что слово верный, это говорит о том, что Бог во что-то верит, и он верный тому, во что он верит. Потому что, если ты не верен чему-то, значит, ты в это не веришь. Вы понимаете, да? Если ты, например, говоришь, я люблю-то мою жену, или я люблю своего мужа, а ходишь на сторону к другой или к другому, то ты не веришь, что ты любишь. Ты просто живешь другой жизнью. Это все ложь. Потому что, когда ты веришь, что ты любишь, ты остаешься верным. Понимаете, да? Поэтому, друзья мои, мы должны понимать, что, ну, Бог, Он верен. Верен в своих обещаниях. Это люди бывают неверны. Это у нас были ситуации, в которых, знаете, ну, мы, может быть, разуверились. Потому что мы смотрели иногда на людей, на их поступки, на что-то. И в итоге, знаете, ну, мы где-то потерялись, мы где-то, ну, пошатнулись, может быть, в наших верованиях. И я хочу вам сказать, и дьявол этого и хочет, добивается. Он же это знает. Что если ты перестанешь верить Богу, верить в Его обетование, в Его обещания, то ты их просто не получишь. Но когда ты продолжаешь стоять, независимо ни от чего. И потому Авраам, он был уверен, что Бог силен это сделать. Он верил в Божью силу, даже до того момента, еще не видя ее. Вот в чем ошибка многих христиан, друзья мои. Мы хотим что-то, чтобы проявилось прямо сейчас и видеть силу Божью сейчас. Но сила Божья проявится в свое время. Я еще раз говорю, сила Божья проявится в свое время. 24 года Авраам видел, пытался делать все надежды, перепробовал уже все способы, варианты, вместе с Сарой. Кстати, с Агарью же он пошел с подачи Сары. Это она предложила ему, свою служанку. Вот смотрю иногда и думаю, удивляюсь. Люди веры, серьезные люди. Адам серьезный человек. Но совершил поступок с подачи своей супруги. Авраам серьезный человек. Совершил поступок с подачи своей жены. И вот я думаю, кто же управляет все-таки на этой земле? Как вот вы знаете в этой притче, да, про этого мужа, который там за жену рассказывал, что моя жена послушна мне. Она мне сказала, сидите, я сижу. Поэтому я сижу. Она со мной пришла. Ну, я не помню всю эту историю, но вы слышали эту историю, да, когда? Поэтому, знаете, иногда ты не знаешь на самом-то деле, что и как происходит. И вот великие мужи веры, знаете, многие либо были, подняли в своей вере благодаря женщинам, либо пали в своей вере благодаря женщинам. Все благодаря женщинам. Ну, знаете, можно же пошутить иногда, поэтому слава Господу. Ну, знаете, мы можем воздать Богу славу за женщин, за сестер. Слава Господу. Потому что, знаете, сегодня больше всего служит сестер. А мужчины ждут приказа только, знаете. Если жена скажет, иди служить, тогда пойду. Если не говорит, то не идет, да. Вот поэтому жены, вдохновите своих мужей идти служить Господу. Пришло их время. Аллилуйя! И вот, знаете, Авраам, да, он послушал свою Сару, но он был уверен, что Бог силен исполнить свое слово. У него есть сила. И вот, смотрите, вот, и мы же часто думаем, вот сегодня нет той силы, нет того, нет вот этого. Друзья мои, но мы не должны разочаровываться в вере. Мы должны продолжать надеяться, если даже, кажется, надежд никаких нет. Может быть, ты не видишь силы Божьей с чем-то сейчас, но послушайте, это не значит, что этого не произойдет. Потому что Авраам 24 года, Авраам не видел этой силы, ее проявления действия. Но Бог сказал, что будет так. И вот мы живем и думаем, ну когда, когда, когда это проявится? Когда же это будет? Я тебе хочу сказать, в свое время. Есть Божье время, в которое это придет в твою жизнь. Если ты не остановишься, если ты не скажешь, ну все, хватит, я уже ходил, я уже ждал. Слышали таких людей? Знаете, они говорили, да я уже был там, да я уже ходил в эту церковь, ну и что? Что там изменилось еще? Да я уже служил тут, служил сколько, и ничего не меняется. Послушайте, друзья мои, вы что думаете, Бог обманщик? Вы что думаете, он лжец? Вы что думаете, он где-то передумал или забыл? Нет, все происходит в свое время, и вот дьявол чего добивается? Забивается, чтобы ты этого времени не дождался. Ничего ему больше не надо. Он знает, что обетование Божие не сработает, когда ты веришь. Вот потому-то Агей, не Агей, пророк сказал, один из пророков, или кто-то из пророков, он говорит, что, Аввакум, а праведный своей верою жив будет. Праведный своей верою жив будет. И вот у нас в чем же праведность Авраама. Наделал ошибок? Наделал. Ну, и вы знаете, у нас сегодня в современное время есть вот такие рассуждения по плоти, по духу. Кто такое часто слышит? Либо по плоти, либо по духу. Конечно же, друзья мои, Бог хочет, чтобы мы научились жить по духу. Но вы знаете, что в нашей жизни иногда происходят моменты, которые происходят по плоти. Но вы знаете, в чем суть? И в чем иногда есть заблуждение христиан? Они думают, что Бог не благословляет то, что произошло по плоти. Я не говорю о том, что это совершенная воля Божья. Совершенная воля Божья тогда, когда мы поступаем по духу. Почему? Потому что то, что по духу, оно совершенно. То, когда ты поступаешь по духу, то, что ты приобретаешь от Бога и поступаешь в ситуации по духу, то есть, скажем так, лучшего варианта нет. Понимаете, да? То есть, лучшего варианта не найдешь. Поэтому варианты, которые находили Авраам и Сар, это не были лучшие варианты. Но вы знаете, что Бог благословил и Измаила. Ты знаешь, что твой неверующий муж освящается верующей женой равно наоборот иначе бы они прокляты были а так благословлены потому что семя божьего благословения прибывает бог от своего не отворачивается не отвращается поэтому иногда и кому-то хорошо в ситуациях куда мы попадаем как благословенный богом как праведный поэтому смотришь думаешь бог называет авраама праведным но уже поступки плоти совершал не мы так боимся знать иногда когда наделали ошибок когда совершили что-то по плоти мы боимся и думаем что бог дальше нас не направит я часто делал останавливать людей в их вере а я тебе говорю не остановись не смотри на свои плотские поступки сейчас изменяется сейчас позволь богу ввести тебя в его совершенную волю сейчас позволь богу увидеть результаты твоей веры и самому себе чтобы ты увидел как это чудо произойдет что увидел ты увидел как слава божья проявится твоей жизни бог хочет чтобы мы это видели божила этого и потому он говорит что и потому вменилась ему праведность и так друзья мы напоминаю что не то что авраам был как-то хорош собой менялась ему праведность а то что он не поколебался в обетовании божьим неверим то что он продолжал воздавать славу богу независимо от того в какую ситуацию находился это что не видя силы божьей он верил что у бога есть сила даже омертвела я вас обновить воскресить почему потому что его в его он уже был омертвел и он же не мог иметь детей по сущности всей ну как как бы да хотя от загарю что да все но уже пришло время когда ближе 99 там уже было все сложнее знаете ну у сары утрого было в омертвение но бог имеет силу бог силен когда мы немощные вспоминайте прошлое послание когда мы немощные мы сильны богом когда его сила про проявляется в нашей жизни и совершается у нас итак друзья мои вот вам история история авраама евреям 6 глава с 10 по 20 стих итак внимание вот ответ на все такие подобные вопросы которые часто задают люди ибо не неправеден бог чтобы забыл дело ваше и труд любви который вы оказали во имя его послужив и служа святым ибо что ибо не неправеден бог чтобы что чтобы забыл что извините чтобы чтобы забыл забыл дела ваши дела ваши дела ваши дела ваши дела ваши дела ваши не неправеден бог чтобы он забыл дела ваши и труд любви так написано которую вы оказали во имя его послужив и служа кому святым его божьей церкви божьим людям друг другу он говорит мне неправеден бог чтобы забыл он праведный и вся праведность от него друзьям и поэтому бог не забыл твои что дело веры твое дело и труд любви которую вы оказали во имя его послужив и служа святым вот что делает сатана сатана хочет сделать так чтобы ты забыл и подумал что бог забыл дело веры или же и труд любви или все там труд любви до и дело ведь ваши поэтому друзья мы он делаем все для того чтобы мы забыли поэтому всякий раз когда мы приходим к моменту нашего благословения совершение божьего обетования накал страсти будет такой сильный что тебе будет захотеться разувериться во всем тебе будет знаешь ты будешь думать я уже все перепробовал надежды нет никакой и вот почему бог назвал авраама праведным даже при том что он делал по плоти какие-то вещи смысл в том что он не остановился в надежде не остановился вере он продолжал надеяться потому что он думал возможно через эту ситуацию то есть он продолжал делать дела хоть и по плоти иногда но совершал эти ошибки и знаете когда мы живем и думаем когда что-то не получилось когда что произошло не так мы думаем все конец больше пробовать делать этого не буду вот как часто люди думают вот что часто дьявол за 100 хочет заставить нас поверить в эту ложь вы знаете когда мы бердичеве прошлый раз были 2018 году это три года назад три года назад в городе бердичев мы сделали проект четырьмя церквями было 4 церкви и когда мы собрались на площади до поставили сцены все было денег много всего знаете и погода была холодная причем то что лето было да очень холодная погода была дождь был постоянно лил не мог прекратиться хотя кто прекратится то опять идет людей было мало но мы продолжали и сеяли слово божье и знаете ситуация конечно было да мы вдохновляли друг друга говорили все нормально можно было бы так подумать зачем столько денег потратим зачем столько сил потратили зачем столько людей задействовали все это было напрасно это методы которые не работают сегодня некоторые бы сказали методы которые не работают я хочу вам сказать знаете какие методы работы которые через веру а вера это не так когда один раз попробовал и все оставил и сдался вера тогда ты продолжаешь доверять божьим обетованиям его слову его действие знаете когда сегодня ну вот вчера прошла это евангелизация полно людей детей более 500 только понимаете приходило столько семян посеяно я вспоминаю много историй разных мужей божьих их полно подобных историй но одна из них была когда один человек божий его нашел один служитель он такой молодой служитель еще а тот этот более пожилой уже и он позвал его в свою церковь служить он даже не знал что это за церковь особо и когда он приехал он даже удивлен вот что тот его нашел пригласил его служить и он приехал там нога более 10 тысяч как там короче несколько десятков тысяч церковь и когда он вышел служить он послужил сказал слово этой церкви он первый раз был на таком большом огромном собрании и знаете потом этот пастор молодой который его позвал он вышел и всей церкви говорит дорогие друзья вот то что здесь происходило то что вы слышали этот человек божий говорил и он говорит этому человеку божьему эти все люди говорит это ваш плод он в шоке стоит что вы имеете ввиду что это значит как это эти все люди мой плод и этот парень молодой служитель рассказывают историю а помните когда вы приезжали это было десятки лет назад лет двадцать может быть вы приезжали в какую-то страну в какой-то город и вы провели там служение и евангелизацию и говорит вы помните там показать один мальчик и вы назвали это не успешно евангелизации этот мальчик это был я и вот посмотрите что произошло все что вы видите говорит это плод вашего служения тогда и этого одного покаяния мальчика аллилуйя иисус слава тебе господь потому очень часто что-то попробовал один раз дьявол пытается остановить нас но божье обетование не изменились поэтому авраам он постоянно он не останавливаться даже делая какие-то плоские шаги он не остановился и бог благословил все что было авраама почему потому что откроем евреям 6 глава с 10 по 20 стих и давайте будем внимательны поэтому мы сказали друзья мои ибо не неправеден бог чтобы забыл что дело вашей труд любви который вы оказали во имя его послужим и слова святым желаем чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца и так павел пишет желаем чтобы каждый из вас для совершенной уверенности что такое совершенная уверенность как вы думаете совершенная уверенность это знаете вот полная мера полная чаша я бы сказал бы это полная вера потому что то что совершенно это то что закончено то что знаете как набралось и вот смотрите о чем здесь говорится желаем чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца что делал авраам он не сдавался он как тогда ревновал о том что было так и продолжал это делать он продолжал искать пути он продолжал надеяться он продолжал и ожидал и верил что однажды это произойдет его друзья что такое для полной уверенности до для совершенной уверенность вот друзья что такое допустим это мы этот сосуд и вот что происходит нашей жизни когда будут обетование мы принимаем его и начинаем процесс хождения вере в нашей жизни и вот что начинает происходить наша надежда каждый раз проходит дни проходят годы мы продолжаем стоять на обетование божьем наша вера она укрепляется утверждается мы продолжаем надеяться даже мы пробуем варианты какие-то но не получается мы продолжаем верить продолжаем верить продолжаем верить божьим обетованиям продолжая воздавать славу богу продолжаем уповать нас силу божью мы продолжаем верить мы живем прошло уже 10 лет но мы продолжаем идти мы идем мы движемся мы стоим вере мы не останавливаемся делал пытается остановить нас мысли приходят разные шепчут в ухо разные люди говорят разные иногда запутаешься когда люди говорят потому что ситуации одни говорят одно другие другой что делать друзья мои ты уже не знаешь на что возлагать надежды возлагаю свои надежды на господа упал на него и ты продолжаешь идти дальше продолжаешь верить продолжаешь и уверить в обетование продолжаешь 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 и у тебя уверенность все больше и больше казалось бы проходит времена проходят годы но из-за того что ты не сдаешься Твое сердце наполняется уверенностью, твое сердце наполняется Богом, твое сердце укрепляется в Божьем обетовании. И ты продолжаешь верить, продолжаешь верить, и вот что происходит. Вот что называется совершенная уверенность. Для совершенной уверенности, друзья мои, твой дух должен переполниться верой, чтобы это стало проявлено снаружи. Аллилуйя, Иисус! Слава тебе, Господь! Вот что происходит в процессе нашего верования. До совершенной уверенности наше сердце должно наполниться настолько, чтобы это стало явным в свое время. И это время зависит от нашей веры. Когда ты продолжаешь верить Богу, продолжаешь верить Его обетования. Итак, внимание! Для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, пока не станет явным. Потому что все тайное становится явным. То, во что человек верил, это однажды вылится явно. Поэтому, когда мы видим сегодня падение, когда мы видим сегодня какие-то негативные результаты, я тебе хочу сказать, это все результат того, во что человек верил, чем он наполнял свое сердце. Вы понимаете? Это однажды станет явно. Поэтому, если человек верит в то, что ему грешить, и все нормально, и позволено это, я тебе скажу, однажды это проявится, станет явным. А перед Богом точно все открывается. Но когда ты живешь в вере, в праведности, то однажды то, во что ты веришь, станет что? Явным. Понимаете, тайное это имеется в виду то, что внутри нас происходит. Что происходит внутри человека, то есть однажды наружу и выйдет. Поэтому, каковы мысли человека, в нем таков он и есть на самом деле. Поэтому, друзья мои, мы должны продолжать верить Богу. Для совершенной верности оказывать такую же ревность до конца. Продолжать служить, продолжать двигаться, не сдаваться, не останавливаться, не позволять дьяволу останавливать нас в нашей вере, а позволить Богу дойти в нашей жизни к Божьим обетованиям, чтобы увидеть их реальными в нашей жизни. И дальше он говорит, «Дабы вы что? Не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Он говорит, что есть духовная лень. Знаете, ленивый в физической жизни, он и так написано, что как дверь ворочается на крючах и скрипит, так ленивый на кровати своей. И он говорит, что ленность, она не то чтобы не обогащала, она наоборот еще больше из его жизни только уносит. Поэтому ленивые люди никогда не добиваются успеха. Но здесь он говорит о духовном труде, о нашей вере. Он говорит о том, чтобы мы не обленились. То есть, когда ты в вере и продолжаешь ревновать, он говорит, тогда не подступает духовная лень. Как только человек начинает останавливаться в своем движении веры, он говорит, тогда что? Приходит духовная лень. Приходит определенная такая позиция, знаете, ну уже все, не делать ничего не надо, ничего, уже ничего не волнует, ничего не интересно. Служение – это все религия и тому подобное. И вот то, что происходит с человеком, когда человек перестает на самом деле верить Богу, на самом деле продолжать делать то, к чему он призван. Потому что, друзья мои, только в Боге наше призвание, наше предназначение. Только он является нашей истиной. Мы не должны останавливаться. Даже если попал в какую-то ситуацию, возвращайся. Просто возвращайся. Потому что Бог хочет, чтобы ты продолжал идти в вере, двигаться дальше, служить Богу, наполняться Его славой, наполняться Его жизнью. Аллилуйя! Он говорит, чтобы вы не обленились, но что делали? Подражали кому? Кому подражали? Тем, которую верою и долготерпением, потому что надежда связана с долготерпением. Я уже говорил об этом. Поэтому, долготерпев, мы получаем обещанное. Мы получаем Божье обетование. Вы слышите? Он говорит, чтобы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Подражайте людям веры. Подражайте тем, которые дошли до конца. Подражайте их вере. Подражайте тем, кто не сдался, кто не остановился. продолжает идти потому друзьям и мы все совершаем ошибки ну хватит же смотреть на свои ошибки начни верить богу и следовать за ним входи в совершенную волю божью следуй за ним получай обетование это все тебе принадлежит бог давая 13 стих бог давай обетование аврааму как не мог никем высшим клясться вот это меня зацепило очень сильно внимание будьте внимательны бог давая обетование аврааму как не мог никем высшим клясться клялся самим собою говоря истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя и так авраам долготерпел получил обещанное люди клянутся высшим и клятва во удостоверение оканчивая всякий спор и посему и бог желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли слова непреложность это называется говорится неизменность то есть бог не изменился не поменялся какова его воля была тогда 2000 лет назад 6000 лет назад такова его воля есть и сейчас друзьям и поэтому итак друзьям и бог хотел показать наследникам обетования здесь есть наследники обетования божьих я лишь настал состояние наследника божьих обетования неизменность своей воли употребил впоследствии для посредства клятву дабы в двух непреложных вещах которых невозможно богу солгать внимание запомните в двух непреложных или же неизменных вещах запоминайте невозможно богу солгать так в чем же бог не лжет что это за две вещи неизменные которые никогда не меняются слышите никогда мы меняемся бог это что он сказал не меняется поэтому это работает для всех слышите меня для всех мы читали с вами что не только об аврааме сказано помните в римлянам 4 главе потому что ведь это бог аврааму сказал можно некоторые сегодня знаете такие это же бог аврааму сказал мне этого бог не говорил но там сказано это не об аврааме только ли сказано но это и к нам будет вменено и к нам будет вменено и к нам вы слышите меня если бог сказал что ранами твои моими ты исцелился это значит будет вменено и камни если бог сказал чтобы устроить господу благословлю хлебную воду твое торчать тебя болезни и значили это будет меня но кому мне не потому что ты заслужил а потому что это истина которая не меняется когда ты согласился с богом следует за ним служишь ему это нормально и естественно обеспечивать тебя халилуя всем лучшим но это зависит четко от нашей веры и так дабы в двух непреложных вещах которых невозможно богу солгать твердое утешение имели мы прибегшие взяться за предлежащую на другом периоде сказано ухватиться за предлежащую надежду которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу куда притечи за нас вошел иисус сделавшись первосвященником на век по чину мелхиседека аминь итак друзья мы вот эти две непреложные вещи чуть выше поднимаясь мы видим бог давая обетование аврааму как не мог ни кем высшим кляться клялся самим собой говоря истина благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя это две вещи которых бог никогда не изменяется интересное слово благословляя благословлю тебя ведь авраам уже был благословлен достаточно но понимаете что бог не останавливается на это если мы возвращаемся книгу бытие 1 глава 28 стих то первое что произошло с человеком когда бог создал человека он сказал и благословил их бог создал бог мужчину и женщину как семью бог создал мужчину и женщину не мужчину и мужчину не женщину и женщину не двух мужчин и женщину не трех женщин и мужчину бог создал мужчину и женщину не собачка и животное какое-то еще то есть мужчина и женщина два человека то есть понимаете это непреложность воли божьей по-другому не будет потому когда сегодня люди пытаются сегодня знать уже стало ну реальным говорить об этом когда сегодня люди пытаются они же тоже верят знаете когда такой приходит игре такая знаете девушке гриб и наверно мужчина я чувствую что я мужчина внутри поэтому надо бороду себе отрастить ну некоторых бывают женщин знаете эти генные там отклонение и борода вырастает ну то некоторые сами себе делают потому что они подумали что он она мужчина или мужчины сегодня знаете современные такие знаете такой жил-жил нормально был мужчиной потом я чувствую что я женщина и начинают себя уже одежды одевать на эти губки там вот это прическу силикон что там еще дальше знаете когда бог еще говорил ветхом завете чтобы мужчина не одевал на себя женские одежда женщина не одевала мужские одежды знаете современная религиозная такая практика если женщина в брюках все это в мужской одежде анафема значит но знаете бог не это имел ввиду бог намного глубже имел ввиду он имел ввиду то чтобы человек не считал себя внутри себя если он сотворён мужчины чтобы он не считал себя женщины если он сотворил женщина чтобы он никогда не додумался считать себя мужчина и пытаться на себя одевать эти женские платья конечно если культура который отличает то что например шотландии там мужчин еще до сих пор некоторые носят юбки эта культура у них такая и знаете ты не значит что они не традиционной ориентации они просто ну это они от начала дома уже не носят юбки если бы я сегодня взял бы свою жену юбку одел бы пришел бы к вам сегодня на служение в юбке это было бы приключение для вас странная но в шотландии люди ходят в юбке мужчины это нормально но бог имел ввиду более глубокое понимание поэтому друзьям и вот что происходит в нашей вере мы не можем по своей вере получить то чего бог не давал поэтому когда люди говорят я верю что я будучи женщиной что я мужчина это не вера это не божья вера это дьявольская демоническая это ложь это то что вообще разрушает веру поэтому друзьям и все чтобы он сказал свое слове то есть истинно все что наперекор божьему слову это есть ложь дьявольская потому и нужно верить его в слову и непреложной его воли но от начала бог сказал человеку мужчине и женщине что он сказал благословил их бог и сказал плодитесь размножайтесь и что мы здесь видим непреложные две вещи которые был сегодня дает своему народу людям вера он сказал благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя тоже другими словами благословляя бог еще больше хочет благословить и умножая бог еще хочет больше умножить нашей жизни аллилуйя иисус слава тебе и он не останавливается в этом но в своей вере останавливаются ты или нет вот чем вопрос поэтому продолжай верить богу продолжай жить в надежде даже тогда когда уже надежды никакой нет когда уже все окажется все тупик не думай об этом думаю о том что бог сказал своем слове думаю его воли совершая его волю исполняй его волю следуй за ним служи ему делай кто к чему бог тебя призвал живи своем призвании больше призвание предназначение для твоей жизни и совершай божью работу великой силе божьей и ожидая что однажды это проявится того что ты веришь божья слава явится друзья мои если вы помните я кого скрыть и вот ну я как хоть и был хитрецом все на будущем лавана он нашел выход бог его благословлял там потому что то как с яковом у якова происходило лаван заметил он понял что бог его благословляют лавана не было так поэтому яков также через хитрость он сделал так чтобы стада договорился слава нам что пятнистый скот все пятнистые полосатые там все то есть все что там не 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 такого цвета как вот у твоего скота все это будет моё и так случилось потом по вере якова что яков сделал так что короче весь лучший скот вот пятнистый все как сказал лаван рождался у якова и лаван уже ничего не мог поделать это же скот был якова можешь пообещал что то его скот будет его стада и они так плодились что лаван завидовал снова хотя яков пас его стада в итоге яков однажды ушел знать яка уже был благословлен но если вы помните однажды он должен встретиться с братом которого ну по тем параметрам обычной жизни он кинул в рост но и он забрал его первородство хотя он не был виноват ну как он хитростью это сделал понятно но брата сам ему отдал будучи голодным и вот он должен был встретиться с братом и знаете он думал что брат его убить может он реально так думал переживал но знаете друзья мы когда ты доверяешь богу когда ты живешь божьим обетования когда ты следуешь за господом и держится его я хочу тебе сказать богу не сложно изменить даже отношении твоих врагов тебе который будучи врагами вдруг станут друзьями поэтому бог праведника ну у праведника бог и его врагов примеряет с ним поэтому вот так происходит жизни и друзья мои когда он пришел вы помните ночью он встретился с ангелом и писание говорит что он боролся с самим богом у него была борьба и первое что яков сказал не отпущу тебя он говорит отпусти меня уже заря восходит отпусти меня он говорит не отпущу тебя пока не благословишь меня это при том что уже ангел коснулся его бедра и он уже был хромой он все равно держался за свое благословение яков понимал что значит благословение божье и сам тогда отверг не понимал но яков понимал бон уже был благословлен потому что бог сказал своем слове благословляя благословлю тебя и умножая умножу и тебя и все что у тебя и все что в твоей жизни друзья мои за мои 22 года во христе иисусе я не вижу чтобы у меня было что-то меньше у меня всегда что-то умножается прибавляется и я не останавливаясь в этом мы идем дальше мы можем видеть намного больше его славы в нашей жизни поэтому продолжай доверять богу и возложи свои надежды на него пусть знаешь твой ну в твоей жизни забрось якорь во святое святых мы читали с вами что надежда является как бы якорем которые где во святилищ во святом на святы и как бы якорь друзьям а когда мы надеемся тогда когда нет надежды мы буквально заякорен и есть такое выражение заякорился слышали такое выражение так вот заякорись во святом святы божьим почему потому что оттуда все течет оттуда река жизни оттуда благословения заякорись просто во святом святы заякорись в отношениях с богом заякорись просто в любви божьей заякорись там и получая бога и благословляя будь благословлен еще больше рядом и друзьям и когда люди говорят на тебе будь благословен я слышал когда один я и так благословленной как будто он не верит благословлен так будь еще больше мне нравится поэтому говорите в мою жизнь будь благословен грибу давай еще больше аллилуйя слава господу воздай слава богу бог благ аминь давайте мы поднимемся и друзья мои я хочу помолиться за некоторых людей я это сделаю быстро я хочу сделать такой шаг знаете чтобы вы сделали шаг веры я верю в то что бог на самом деле он силен дать выход даже там где кажется самая трудная безвыходная ситуация и может быть ты потерял надежду может быть какой-то ситуации знаешь ты разуверился или же просто у тебя уже даже но не было надежды может пробовал все и знаете думаю что я уже это все перепробовал сегодня прямо сейчас бог силен изменить твои обстоятельства сегодня прямо сейчас бог силен освободить тебя исцелить тебя дать тебе жизнь я хочу помолиться за тебя если это ты И ты хочешь, чтобы сегодня прорваться в своей жизни Тебе нужна эта надежда Тебе нужно это обновление в силе Божьей Ты хочешь видеть исполнение Божьих обетований в твоей жизни Я хочу помолиться за тебя Поэтому выйди сюда сейчас быстренько Если это ты, просто выходи сюда сейчас Перед сцены, перед алтарем И я помолюсь за вас Давайте мы все остальные просто будем стоять И молиться, молитесь с Духом, кто может Помолитесь с Духом Может кому-то, что мне нужен прорыв Божий в жизни Божий прорыв, Божья сила, Божье помазание Божье вдохновение Дух Святой, коснись каждого человека Сюда чуть, проходите сюда, чтобы остальные могли пройти Драгоценный Господь Прикоснись сейчас силой твоего духа Мы веруем в тебя Мы верим в твое слово Мы верим в твои обетования То, что ты сказал, это непреложно Это не изменяется Ты не изнемогаешь Ты по-прежнему тоже Бог Ты силен на изменить обстоятельства Я молюсь сегодня о каждом человеке на этом месте Прикоснись силой твоего духа святого Во время этой молитвы Коснись каждого на этом месте Чтобы сила твоя сошла Чтобы сегодня каждый мог Обновиться в надежде Там, где у него не было надежды Господь Дай эту надежду прямо сейчас Прикоснись дух святой Прикоснись дух святой Прикоснись каждому Во имя Иисуса Христа Господь, яви твою славу Пусть твой дух пребывает На каждом наполни силой жизни Чтобы эти люди Они обрели снова надежду Надежду от тебя Боже, дух святой Коснись, коснись, коснись Пусть сила твоя сойдет Твое помазание, Господь Чтобы жить в надежде С новой силой Бог всемогущий Бог всемогущий Коснись силой духа Силой жизни Коснись, чтобы сила веры Подняла и укрепила их, Господь Чтобы твоя надежда Наполнила их жизни Дух святой Обнови их в твоей надежде Обнови их в твоей силе Пусть твой дух пребывает на них Пусть сила твоя Пребывает на них Господь Просто яви твою славу Чтобы они сегодня могли поправиться Поправиться в тебе, Господь Чтобы снова обрести надежду Чтобы заякориться Во святом святых Получив ту надежду Которую ты дал каждому Боже, коснись дух святой Пусть сила твоя придет Пусть слава твоя явится Пусть помазание твое Разрушит всякое ярмурабство В жизнях этих людей Дух святой Дай снова надежду Дай снова силу, Господь Дай снова свежее Свежее переживание И понимание твое Коснись дух святой Коснись твоей силой Коснись твоей надежде Бог всемогущий При коснись силой твоего Духа святого При коснись Бог всемогущий. Благослови, чтобы все эти люди, они снова обогатились надеждой. Обогатились надеждой. Коснись Дух Святой. Шау, Рэдис, Сей, Аллилуйя. Пусть при косновении твоей жизни даст надежду каждому во имя Иисуса Христа. Пусть сила твоя коснется каждого. Благослови, Господь, чтобы они обрели эту надежду и с новой силой могли служить тебе, исполняя твою волю, видеть обетования твои, совершающимися в их жизни. Коснись драгоценный Дух Святой с силою твоей. Пусть придут эти перемены, пусть изменятся их обстоятельства. Прикоснись, Господь, прикоснись Дух Святой, прикоснись Бог всемогущий. Обнови надежду. Господь, пусть они сверх надежды поверят. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь, чтобы там, где нет никакой надежды, твоя сила сошла на них, Бог всемогущий. Коснись и благослови. Ты благой Бог, Ты святой Бог, Ты праведный, Господь. Нет подобного тебе. Коснись этих драгоценных людей, Иисус, слава тебе. Пусть сила жизни, сила твоей надежды, наполнит их жизнью. Вдохнови с новой силой, Господь, благослови, Отец. Благослови, да будут они наполнены твоей надеждой. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы верим, что я несуя славу. И результат он не за горами. И уже приходит ответ. Мы видим ситуацию изменённую. Мы видим, что все разрешается, во славу Твою, Бог всемогущий. Коснись, Дух Святой, Госнись. Коснись, Дух Святой. Коснись, Господь, силой твоей. Ты Бог, дающий надежды, наполняющий жизнь. Спасибо тебе, Господь, за прикосновение твоей любви. Сожиствуйся. Коснись, Бог всемогущий. Коснись, Бог великий. Коснись, Господь. Аллилуйя. Пусть слава Твоя сойдёт, пусть сила Твоя сойдёт. Пусть жизнь Твоя помнит каждого. Прикоснись, Господь. Пусть сегодня те, кто потерял надежду, обретут её снова и снова, чтобы жить в Твоей силе, ходить в Твоей славе и видеть, как Ты совершаешь великие дела Твои. Видеть, как Божье обетование становится благословением для жизни каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Да будет тебе, Господь, вся слава, да будет тебе, Иисус, вся честь, и да будет тебе, Господь, вся хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа и весь народ Божий выскажет Жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Всех и Господь! Аллилуйя, Иисус! 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 Твоё жесарство! Твоё чесарство Твоя, же сила Твоя, же слава во веки�и! Твое есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки Аминь. Твое есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки Аминь. Господь, спасибо Тебе. Надежда не потеряна. Для Тебя надежда не потеряна. Бог с Тобой. Он за Тебя. Он поможет Тебе. Продолжай доверять Ему, следовать за Ним и делать то, к чему Он Тебя призвал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу, друзья мои.